Жаркое лето – не время для отдыха у хоккеистов. Напротив, игроки Приморского Адмирала только совсем недавно вышли на старт плотных тренировок и подготовки к новому сезону. Теплое время года позволяет морякам выходить из отпуска с разнообразием. У команды есть шанс подготовиться к чемпионату и на льду, и в зале, и на улице. Радует то, что ребята все пришли, практически все в хорошем состоянии. То есть видно, что готовились самостоятельно, поэтому не надо было приводить всех в чувство. И у нас сейчас идет вторая неделя уже. В принципе, мы довольны тем отношением ребят, как они отнеслись к домашним заданиям. И то, что они сейчас выполняют, то есть видно желание. Команда из 36 человек будет тренироваться во Владивостоке вплоть до 4 августа. Состав Приморцев обновился, но не сильно. Болельщиков клуба должен обрадовать больше тот факт, что свои контракты продлили уже полюбившиеся фанатам игроки, вроде Бартулиса, Казакова, Союстова и Ткачева. Бок о бок с ними тренируются и потенциальные новички, которые заключили с Адмиралом просмотровые контракты. Ну, в принципе, опытные ребята, да, легионеры, молодцы. Плюс, ну, да и я считаю, здесь 5 звеньев есть, то каждый на себя может, скажем так, на своих плечах вытянуть матч. То есть, мне кажется, в этом сила Адмирала и есть, то, что нету каких-то конкретных звезд, лидеров, а каждый игрок лидер. Соревновательный сезон приморцы начнут довольно необычно. Во Владивосток приедет сборная Южной Кореи, с которой Адмирал проведет две товарищеские встречи. Правда, характер матчей, как отмечают хоккеисты, будет отнюдь недружеский. Моряки собираются в этих играх максимально встряхнуться после долгого перерыва. Новый сезон, очень много работы сейчас, как бы, по две тренировки, все время тренируемся, но это надо, как бы, заложить фундамент, чтобы потом хорошо провести сезон. Что касается нового чемпионата КХЛ, то его моряки будут открывать на выезде, причем сразу серией из семи гостевых матчей. Стартовым соперником станет Салават Юлаев. А вот первую домашнюю игру болельщики смогут увидеть только 11 сентября, когда на льду фитисов арены моряки примут в гости хоккейный клуб «Слован». Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на восьмом.